Несмотря на то, что конкурс проводится для школьников, все организовано серьезно и по-взрослому. Ведущий, микрофон на стойке и профессиональное жюри, в которое входят члены престижных творческих союзов. Я участвую в составе жюри конкурса «Вдохновение» уже 13-й год подряд. И каждый раз, участвуя в этом замечательном конкурсе, получаю огромное удовольствие от того, что вижу новых интересных авторов, новые интересные рифмы, новые интересные придумки, сказки, фэнтези, самый разный спектр жанров. Очень радостно, что в нашей Анапе так много талантливых детей, так много талантливой молодежи. Темы юных поэтов и прозаиков волнуют самые разные. В их произведениях можно найти и трогательные посвящения маме, и признания в любви своей малой родине, Анапе и Кубане, и веселые истории школьной жизни, а также сказки о братьях наших меньших. А вот участники из старших классов пробуют силы в таких жанрах, как фантастика, фэнтези и авторская песня. Наша жизнь невозможна без творчества, и каждый человек может творить. Я хочу представить свою работу «Хочу быть», и в ней я расскажу о том, что все люди счастливы, но они этого не ценят, к сожалению. Некоторые школьники и гимназисты участвуют во вдохновении не первый год, и каждый раз стремятся удивить новыми гранями своего творчества. Стараются повысить уровень литературного мастерства и произвести впечатление на жюри за ковыристыми рифмами или неожиданными темами. Наш мир из заветных желаний развеян, как ветром ковырь. Мы счастья найти не сумеем в погоне за завтрашним днем, что стало уже не изменим, что было уже не вернем. Ежегодно конкурс вдохновения зажигает новые яркие звездочки. Причем победителей ждут не только заслуженные аплодисменты зрителей и почетные грамоты, но и самый серьезный приз – публикация в городском литературно-художественном альманахе «Парус». А это значит, что познакомиться с творчеством юных авторов, которые стали лауреатами, появится у самого широкого круга читателей.